Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Майя Донцова и Лёша Купин объявили кастинг для Ирины Михайловны. Лера Фрост и Захар Соленко пытаются начать отношения с чистого листа. Отношения Лизы Трианда Фелиди и Вальтера Соломенцева зашли в тупик. Сама девушка не против дальнейшего развития их романа, но Вальтер пошел на попятную. Соломенцев стал отпускать грязные шуточки в адрес Лизы, в красках рассказывать о том, как ему удалось затащить девушку в постель. Поэтому Лиза потеряла остатки самообладания. В недавнем эфире показали, как Лиза в ответ на гадости со стороны Вальтера стала кидать в него всем, что попалось ей в руки, и покрыла его отборными ругательствами. Недавно Лиза с Вальтером, а также Виталий Малышев и Марина Африкантова были на выходном в отеле. И в итоге двое парней подрались. У Малышева сломан нос. Ольга Бузова заселила три новеньких пары в отдельные комнаты. Никите Шалюкову досталась Аида Бабаева, Роме Милана – Саида, а Роме Гриценко – Мэри Кулешова. Саида и Аида не захотели спать на одной кровати с парнями. Аида оказалась в бассейне, а Рома ушел недовольный спать в коридор. Саша Черно нашла друга на поляне – это Никита Шалюков. Они проводят много времени вместе. Иосиф Аганесян тоже на острове не скучает. Он стружился с Мариной Африкантовой. Марина пишет, что они очень похожи, жизнерадостные и позитивные. Но Иосиф постоянно просит зрителей, чтобы они голосовали за него, чтобы его вернули на поляну к Саше. Вилия Четрару высказалась о паре Оли Рапунцель и Димы Дмитренко. Сначала ей ребята нравились. Она вставала на их защиту. «Но когда мы вернулись на поляну, – пишет Четрару, – и я увидела их отношения вживую, – это просто кошмар. У нее отвратительное поведение, и подруг в принципе быть не может». Ольга написала в своем микроблоге, что она не верит в дружбу на проекте. «У меня есть мой будущий муж, который заменяет мне всех». Татьяна Владимировна Африкантова распускает слухи о скором возвращении на проект Ване Барзикова. Якобы он уже попросился на Дом-2, и ему разрешили. Правда, без Лизы Полыгаловой, потому что девушек на проекте много, а парней катастрофически не хватает. Алиана Гобозова удивила своих подписчиков. Недавно она принимала участие в конкурсе красоты. Победу, правда, не одержала, но ей досталось сразу два титула. И после церемонии награждения, не снимая короны, девушка отправилась гулять в ночи с каким-то мужчиной. Ходят слухи, что это тот самый человек, который купил девушке все ее титулы. Элина Камирен разделась ради рекламы одежды. Этим она, конечно же, никого не удивила, но мастерство художника, который обработал ее снимки в фотошопе, не может не восхищать. Вику Романец сдала мастер по наращиванию ресниц и маникюру. Она обвинила Вику во вранье и опубликовала в сети их переписку годичной давности. После того, как Романец нарастили ресницы, причем с выездом на поляну и совершенно бесплатно, Вика не только не опубликовала рекламный пост, но и перестала выходить на связь, игнорируя все сообщения. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.